На самом деле, встреча между Синганом и Николасом Бернсом, она может заложить определенную основу для будущего диалога между Китаем и США. Потому что действительно, вот после встречи между Джо Байденом и Си Цзиньпином в ноябре прошлого года на Бали, ну, появилась тогда надежда на то, что отношения двух стран могут улучшиться, а значит, Китай может меньше поддерживать Россию в войне против Украины. Но вот уже в феврале этого года в небе над США были замечены эти китайские шары-шпионы, и вот один из них был сбит американскими военными, и было доказано, что он принадлежит именно Китаю. Более того, по странному стечению обстоятельств, в кавычках, вот это сбитие шара совпало с запланированным визитом госсекретаря США Энтони Блинкина в Пекин. Этот визит был очень важным, потому что он должен был продолжить реализацию всего того, о чем договорились Джо Байден и Си Цзиньпин на Бали. Но из-за инцидента с шаром визит Блинкина был отменен, но и с тех пор связи между Китаем и США оборвались. Ну и теперь есть надежда на то, что диалог возобновится. И здесь есть еще один показательный момент. Буквально на прошлой неделе посол США в Китае Николас Бернс как раз заявлял, что США готовы к диалогу с Китаем на самом высоком уровне. А западные СМИ, подхватив этот тезис, предположили, что речь идет о подготовке разговора между Си Цзиньпином и Байденом. Ну, в частности, вот 2 мая Николас Бернс заявил, что США готовы восстановить каналы связи между двумя правительствами, и США готовы к переговорам на самом высоком уровне. И, кроме того, тогда Бернс еще и сказал, что, мол, Вашингтон не стесняется говорить о том, что даже во время противостояний нужен диалог, и поэтому США ждут от Китая шагов на встречу. Ну, то есть, по сути, США сделали первый шаг. Кроме того, Бернс подтвердил, что действительно решается вопрос того, когда может состояться отмененная в феврале поездка Антони Блинкина в Пекин. И это тоже интересная деталь. В частности, накануне госсекретарь США дал такое интересное интервью изданию «Вашингтон пост», в котором очень много говорил о том, что администрация Байдена, похоже, взвешивает, сотрудничает ли ей с Китаем напрямую в поисках переговорного урегулирования войны в Украине, после того, как, по прогнозам официальных лиц США, Украина преуспеет в нашем наступлении. И вот колумнист «Вашингтон пост» Дэвид Игнатьюс, который брал интервью у Блинкина, уверяет, что госсекретарь США, по сути, повторил непублично заявление чиновников Белого дома о том, что Вашингтон готов работать с Китаем над поиском мира в Украине. Приведут стату «Вашингтон пост», ну, а точнее, Дэвида Игнатьюса. Когда я спросил Блинкина о работе с Китаем для достижения стабильного результата в Украине, он дал удивительно откровенный ответ. Цитата. «В принципе, в этом нет ничего плохого, если у нас есть страна, будь то Китай или другие страны, которые имеют значительное влияние и готовы стремиться к справедливому и крепкому миру. Мы приветствовали бы это, и вполне возможно, что Китай сыграет определенную роль в этих усилиях. И это может оказаться очень полезным. Китайские предложения включают уважение к суверенитету, независимости и территориальной целостности всех стран, что предполагает вывод российских войск из Украины, уменьшение стратегических рисков и согласование с тем, что ядерное оружие нельзя использовать, и принятие мер для постепенной деэскалации ситуации и достижения полного прекращения огня». Конец цитаты. В то же время посол США в Китае Николас Бернс уверяет, что Вашингтон ожидает, что Пекин со своей стороны подтолкнет Россию к прекращению войны в Украине. Вот по его мнению, разговор Си Цзиньпина с президентом Украины был хорошим первым шагом. Ну и, по словам Бернса, было бы полезно, если бы Китай, ну прежде всего, вот первый успех, подтолкнул Россию прекратить бомбардировки украинских городов. И, как говорит Бернс, цитирую, «это то, чего хотят все – США, Европа, Украина и, в конце концов, Китай». Здесь нужно добавить еще одну важную деталь. Тут у нас целая такая цепочка складывается. Дело в том, что прежде чем провести сегодня переговоры с послом США, министр иностранных дел Китая Цзиньган провел переговоры с российским главой МИД Лавровым. И вот после той встречи Цзиньган заявил такую неприятную вещь, что, мол, Китай продолжит продвигать идею переговоров, но в координации с Россией. Вот это может свидетельствовать как о попытках Пекина подыграть Москве, так и о том, что Пекин все-таки готов надавить на Москву.